добрый вечер дорогие друзья добрый вечер дорогие россияне сегодня воскресенье 26 февраля 23 года я вас приветствую из брюсселя и обложаем разговор о собаках донбасса и так дорогие друзья решила записать для вас сегодня вечером этот материал для того чтобы в первую очередь проинформировать вас о состоянии дел нашего общего благотворительного проекта по оказанию помощи животным компаньоном донбасса но также поделиться планами на следующую неделю потому что у нас уже есть движение ибо доктор василий он же василий владимирович сказал о том что начиная с понедельника он будет снаряжать первую экспедицию которая доставит корма он торопится потому что он считает что нужно как можно скорее попасть на место чтобы увидеть что там происходит и на основании информации с первых рук строить дальнейшие планы он совершенно прав я думала иначе я думаю что мы сначала собирать 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 потом мы соберем достаточную сумму и снарядим машину корма но сказал что надо действовать иначе потому что нам необходимо как можно скорее получить информацию и на основании нее уже основание ее уже действовать и я считаю что конечно он прав но я начну все по порядку в первую очередь о состоянии дел я благодарю всех тех кто откликнулся потому что сердце радуется глядя на то сколько людей откликнулись и я хотела подчеркнуть что конечно каждые 100 рублей имеют колоссальное значение потому что это принцип с меру по нитке с меру по нитке корма нашим братьям меньших потому что их там очень-очень много очень много брошенных животных сейчас я расскажу о них поподробнее и я хотела бы вычеркнуть что у нас пока что только одна карта мир и только один счет этот счет открыт исключительно для этого проекта то есть там никаких других статей расходов нет поэтому когда вы пишете там не высветила что-то это не страшно потому что каждая копейка которая попала на этот счет пойдет нам благотворительность на помощь не собакам и котам донбасса будь то корм будь то ветеринарная помощь будет тот транспортировку в дальнейшем в приюты это светлая цель конечно нашего проекта потому что там очень тяжелая обстановка и животных надо конечно вывозить оттуда и так что касается счет это у нас один счет потому что вы писали что надо открыть также счет в банке тиньков но банк тиньков попал под санкции в пятницу 25 25 числа он попал под санкции или с 25 он попал под санкции тоже сегодня 26 значит в пятницу было принято решение значит субботу он попал под санкции и так сам банк тинькова написал издал пресс-релиз о том что они уже предвосхитили эту ситуацию то есть они уже предприняли какие-то меры но мы посмотрим как это будет функционировать насколько это будет возможно пересылать средства из-за рубежа потому что вы хотели чтобы проект имел этот счет для того чтобы пересылать эти средства потому что paypal не работает в россии начиная с 5 марта прошлого года также почему как и другие разные сервисы по переводу средств и вы писали также о криптовалютах и так далее безусловно мы будем заниматься тем чтобы искать пути выхода из этой ситуации но настоящий момент доктор василий должен посоветоваться с юристом что можно и что возможно в этой ситуации поскольку ситуация непростая и мы так сказать общественно полезный проект поэтому мы должны оставаться в определенных рамках рамках предусмотренных для благотворительности законом поэтому это несколько иначе чем ваши частные переводы родные близким друзьям то есть этот проект имеет определенные рамки и доктор василий должен их строго соблюдать потому что мы не хотим чтобы были какие-то нарушения мы хотим продолжать настолько насколько это потребуется то есть ведь я уже говорю как генсек над мы будем помогать столько сколько потребуется но это правда но это уже от души я не знаю у него от души или нет я не могу рассуждать на эту тему но у нас точно от души потому что невероятное количество людей откликнулись и даже те кто не смог помочь материально помогали информационно пересылать это очень-очень важно пересылать информировать и пожалуйста те у кого нет возможности переслать рубежа попросите ваших друзей коллег родственников знакомых это сделать и мы будем искать возможности мы будем искать возможности подключить всех всех-всех-всех кто желает помочь несчастным жертвам этого конфликта нашим братьям меньше у которых нет голоса которые не могут рассказать как им плохо но теме им очень-очень плохо мы об этом уже знаем и я сам начала хотела бы вас оповестить о том что самая большая проблема на донбассе это большие собаки потому что мне рассказывал директор фонда бриджет бардо который зовут кристоф мари о том что он и представители фонда ездили на румынскую границу тогда в начале этого конфликта они везли корма они везли клетки потому что люди перевозили животных рюкзаках сумка как придется им тогда разрешили перевозить без документов это был очень благородный жест в соответствии с 13 статьей лиссабонского договора евросоюза на благополучие животных это европейская ценность поэтому это было сделано очень достойно то есть им разрешили это сделать так и он сказал что он был удивлен когда увидел как тихо себя ведут животные то есть не было никакого лая никакого шума они очень тихо сидели в сумках в рюкзаках и в основном это были конечно маленькие животные то есть это были коты и маленькие собачки и колоссальная проблема стоит в том что больших собак как правду люди бросают то есть в лучшем случае они оставляют какие-то средства знакомым соседям и так далее иногда просто бросают на цепи это вообще кошмарно то есть потому что там не ведется никакой работы в этом направлении я скажу прямо потому что государство там не воспринимает это как государственная политика да то есть в россии нет такой государственной политики благополучия животных такой государственной политики там нет поэтому мы должны это осуществлять в качестве нашей благотворительной инициативы и конечно в идеале этих животных нужно оттуда вывозить то есть нужно вывозить оттуда этих больших собак желательно в приюты которые потом будут их пристраивать в приюты которых уже хорошая репутация такие приюты в крыму есть о них доктор василий знает у него есть на примете хорошие приюты но именно поэтому хочет как можно скорее снарядить эту первую экспедицию с тем чтобы отвезти корма с тем чтобы увидеть что происходит на местах и потом соответственно адаптировать наши планы потому что мы будем их все время адаптировать зависимости от ситуации и я хотела бы еще раз сказать дорогие друзья пожалуйста пожалуйста распространяйте эту информацию потому что нам очень нужны средства там очень много нуждающихся нуждающихся и голодных котов и собак какие-то из них попали в приюты но очень много бездомных поэтому даже если мы сможем вывести тех которые в приютах у нас будут новые поэтому это долгосрочный проект и пожалуйста проявите немножечко терпения потому что действительно я понимаю что некоторые были расстроены тем что вы не можете переснать но что делать делаем то что возможно в этой непростой ситуации я думаю что самое главное это наш настрой потому что мы все настроены на борьбу за братьев наших меньших за то чтобы им помочь в этой тяжелой ситуации я благодарю вас всех сдам ваш живой человеческий отклик а за то что у нас только замечательных собеседников за то что столько людей откликнулись и я думаю что мне должны обращать внимание на тех кто не разделяет наши гуманистические взгляды я даже не хочу не говорить я думаю что нам с ними просто не попустить что думаете по этому поводу вы я буду ждать ваши комментарии дорогие друзья пожалуйста пишите о том что вам известно о приютах о страданиях животных донбасса пожалуйста пишите потому что это все нужно вобрать наш проект то есть нам нужно как можно больше информации с тем чтобы как можно лучше адаптировать наши планы и помочь максимальную количеству страждущих дорогие друзья я желаю всем прекрасного вечера и с нетерпением жду событий следующей недели